Приветствую вас на канале Девайс. Сегодня я расскажу о ноутбуках стоимостью до 100 тысяч рублей. Если этот выпуск вам понравится, то не стесняйтесь оставить мне на память лайк. А еще лучше подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, тогда самые интересные ролики о новинках компьютерного железа вы увидите первыми. Кстати, оставлять комментарии тоже не возбраняется. Ну а точные ценники на все представленные ноутбуки будут в описании к данному видео. Давайте сегодня для разнообразия обойдемся без описания геймерских решений от MSI. Слишком много вариантов аж в глазах рябит. В сегодняшнем топ 7 не будет разнообразных леопардов и мы посмотрим есть ли у других производителей достойные решения в различных сегментах. Первым номером у нас будет очередная интересная новинка от HP в серии Pavilion Gaming. Я уже рассказывал о нестандартного размера монстре с диагональю экрана 16,1 дюйма, который впечатлил рабочими качествами. И сегодняшний представитель семейства геймерских ноутбуков от американской корпорации обладает столь же утилитарным и простым дизайном. Черный строгий пластик и зеленая подсветка на клавиатуре. Создается впечатление, что Hewlett Packard завели целый табун темных рабочих лошадок для непритязательных геймеров, среди которых каждый может найти себе любимца по душе. И вот мне пришелся по душе комплект, который скрывается под сложным номером 17CD1058UR. А входит в эту сборку классный процессор от Intel, умеющий достигать порогов 5 ГГц в режиме Turbo Boost. Видеокарта от NVIDIA с 1000 CUDA-ядер и отличным комплектом из двух планок оперативной памяти общим объемом 16 ГБ. Для современного геймерского ноутбука такой набор, можно сказать, технологический стандарт. С основой определились, а дальше начинаются вкусности и интересности, за которые ноутбук HP был удостоен внимания. Во-первых, прошу обратить внимание на отличную IPS-матрицу со стопроцентным охватом цветового пространства sRGB и частотой смены кадра до 144 Гц. Время отклика отличное 7 мс, а яркости хватит, чтобы комфортно работать при неярком уличном освещении. Во-вторых, отметим хорошую эргономику, небольшие размеры и вес менее 3 кг. И напоследок скажем еще доброе слово про возможность подключить объемное хранилище данных в виде HDD. Именно на этом месте должен быть очередной ноутбук MSI, но я сдержался и нашел не менее интересное железо у производителя Acer. И вы будете смеяться тоже с красной подсветкой. И теперь представляю вам лэптоп из серии Nitro 5, который, несмотря на компромиссные решения, своей борозды не испортит. Дизайн и эргономика удовлетворят не только любителей игр, но и людей, много и долго работающих за компьютером. Несмотря на довольно маркий матовый пластик, сама конструкция корпуса достаточно жесткая. Шарнир экрана в меру тугой, а сам дисплей построен на IPS-матрице с разрешением Full HD. Его контрастность 1350 к одному, а цветовой охват занимает 92% области sRGB. Стоит отметить также отменную яркость экрана в 364 нита, которая позволит работать даже при ярком дневном свете. Клавиатура тоже хороша. Клавиши крупные, с мягким ходом, нажимаются свободно. Отдельно визуально выделен блок с кнопками WISD и стрелками справа. И конечно же у геймерского ноутбука упор сделан на силу видеокарты. Здесь стоит GTX 1660 Ti, которая круче, чем у представленного первым HP аж на 500 CUDA ядер и пару гигабайт видеопамяти. А вот процессор Core i5 из девятого поколения, данный в пару к отличному чипу Nvidia, выглядит компромиссом. Тем не менее, вкупе с 16 гигабайтами оперативной памяти в двухканальном режиме этот компромисс выдаст нормальный показатель FPS на высоких настройках в любой современной игре, за исключением особо требовательных. Отдельно также подчеркну перспективность системы хранения данных. Здесь возможно не только подключать дополнительный накопитель в форм-факторе 2,5 дюйма, но еще и один SSD в PCI Express слот. Мало того, SSD-шники можно объединить в RAID массив. В общем, Acer Nitro 5 в описываемой модификации это отличный геймерский ноутбук с перспективами. А если вас не смущает красная подсветка клавиатуры, то еще и отличный офисный работник по производству мультимедиа-контента. Если кто-нибудь из вас, дорогие зрители, сидел за клавиатурой Nitro, то поделитесь опытом в комментариях к видео. А тем, кто интересуется стоимостью данного ноутбука, рекомендую заглянуть в описание к этому ролику. Там есть ссылки на цены этой и других моделей из моего обзора. Ну а я продолжаю. Xiaomi сравнительно недавно ворвалась на рынок компьютерной техники, но уже сейчас заставляет с собой считаться, по крайней мере в сегменте премиальной техники. И вот уже геймерские ноутбуки прямиком из-под небесной завоевывают сердца пользователей по всему миру. В нашем сегодняшнем топе участвует Mi Gaming Laptop 2019. Отличный аппарат, как ясно из названия, 2019 года выпуска. Продвинутые китайцы поставили сюда актуальный на момент выхода устройства Core i7-9750H и младшую мобильную версию видеокарты из 20-й серии Nvidia с поддержкой технологии трассировки лучей. К сожалению, максимально поддерживаемая процессором частота составляет всего 2666 МГц. Получается, что геймерский потенциал может быть реализован в играх, использующих Ray Tracing, а в остальном все будет на среднем уровне. Поэтому высоких цифр FPS на максимальных настройках ждать не стоит. А вот дизайн у Mi Gaming отличный и эргономика на уровне. Хороший набор портов, клавиатура с подсветкой, которая обрабатывает одновременно нажатие 30 клавиш. Правда, ввиду размеров дополнительного цифрового блока кнопок у нее нет. Зато другая площадка ввода просто отменная. Стеклянный тачпад приятен на ощупь и хорошо откликается на движение пальца. Еще мне понравился экран. Отличная IPS-матрица с Full HD разрешением, разверткой 144 Гц, низким временем отклика и почти стопроцентным охватом цветового пространства sRGB. Картинка в динамичных сценах будет без шлейфов, яркая и качественная. И еще мне глянулась отличная организация системы хранения данных. Тут используется быстрое SSD на шине PCI-Express, плюс возможно подключить еще такой же D-ислот для диска в форм-факторе 2,5 дюйма пустовать не должен. Однако огромный минус всего этого великолепия – система охлаждения, которая не вывозит нормальную температуру работы. Ноутбук греется до полусотни градусов в не самых тяжелых играх. В общем, плюсах пользоваться Mi Gaming будет комфортно только на твердой поверхности. А вот этот представитель небольшого семейства Alienware попал в топ-7 ноутбуков не дороже 100 тысяч рублей абсолютно случайно. Каприз производителя и резкое снижение цены сделало стоимость новой модели M15 достаточно низкой, чтобы я обратил на нее внимание. Стоит отметить, что конфигурация характеристики, которые вы видите сейчас на экране, это не совсем типичный ноутбук Alienware. Видеокарта GTX 1660 Ti используется вместе с процессором из девятого поколения Intel – шестиядерным Core i7. Как правило, графический процессор даже в стартовой комплектации у новинок Alienware бывает мощнее, производитель стремится использовать самое топовое железо. Похоже, что случился небольшой казус, а в остальном, приобретая свежий M15, можно насладиться всеми удобствами известного бренда, специализирующегося на геймерских ноутбуках. Отличное качество сборки, малый вес и классная эргономика. А самое главное – отличный экран с разверткой в 144 Гц. Здесь применена IPS-матрица с отличным цветовым охватом, контрастностью и большими углами обзора. Alienware M15 станет отличным мобильным спутником любого геймера. Легкость и компактность конструкции позволяет познать все прелести игрового ноутбука. Пожалуй, именно Dell G3 в сегодняшнем топе можно назвать самым оптимальным игровым ноутбуком со стоимостью до 100 тысяч рублей. Даже игры Xiaomi с использованием крутой видеокарты не помогают достичь максимального результата. А вот у инженеров американского производителя получилось создать ноутбук, который стал одним из лучших в сегменте лэптопов с экраном 15,6 дюйма. G3 15-3500 очень напоминает Alienware по эргономике и дизайну, но без модных красивостей в виде корпуса из магниевого сплава. Это обычный пластиковый ноутбук, крепкий и легкий. Аппаратная начинка соединила в себе топовый мобильный процессор от Intel с шестью ядрами и максимальной частотой 5 ГГц, хорошую видеокарту GTX 1660 Ti и 16 ГБ оперативной памяти в двухканальном режиме. Этого вполне хватает на максимальные настройки для всех игр в сегменте AAA. Более того, если сравнить показатели FPS с конфигурацией Xiaomi, о которой говорилось ранее, то окажется, что данная сборка делает китайцев на раз. Да и картинку Dell предлагает достойную. Дисплей с VA-матрицей обеспечивает отклик в 19 миллисекунд. Широкий цветовой охват, нормальную контрастность и яркость. И да, тут имеется 144 Гц развертки, а значит изображение в динамичных сценах будет без шлейфов и размытия. С учетом отличной системы хранения данных, ноутбук из семейства G3 можно назвать почти идеальным рабочим инструментом на каждый день. Есть предустановленный твердотельный накопитель, подключаемый по NVMe. Есть место под еще один такой же. В общем, Dell предлагает, как мне кажется, отличный вариант лэптопа, который можно использовать каждый день и для игр, и для серьезной работы. Если есть приз за разнообразие конфигураций на базе одной платформы, то скорее всего его заслужит Lenovo. Даже в такой небольшой, в прямом и переносном смысле этого слова, ниши ноутбуков с малыми размерами и диагональю экрана не выше 14 дюймов, китайский производитель демонстрирует чудеса гибкости. Вот и сегодня в моем топе участвует ThinkPad E14 с дизайном, неотличимым от предшественников. Однако аппаратная составляющая на пару деталей все же выделяет его среди аналогичных моделей. Отмечу, что все 14-е ThinkPad с префиксом E оборудуются помимо тачпада еще и трекпоинтом, который призван полноценно заменить мышку в работе. По личному опыту скажу, что удобство так себе, но многим нравится. В остальном же эргономика вполне отвечает задачам подобного рода ноутбуков. Отличная клавиатура, мощный процессор из последнего поколения мобильных Intel с четырьмя ядрами, тихая и долгая автономная работа. Да что там говорить, этого малыша можно даже загрузить задачами, требующими участия графического процессора. Благо такой присутствует в виде дискретной видеокарты AMD Radeon RX 640. Стоит также отметить, что корпус у ThinkPad из алюминиевого сплава, прочный и жесткий. Поэтому ноутбук можно использовать для работы в любых условиях. В общем, E14 это классный рабочий вариант, который будет удобен и функционален. А напоследок я припас чудо-чудное из коллекции Asus ROG – игровой ультрабук с поколением Ryzen Zen 2 внутри. Zephyrus G14 с обозначением GH401-2 основывается на процессоре 4800HS с 8 ядрами и 16 потоками. И это в ультрабучном ноутбуке с экраном всего-то 14 дюймов. Да и дисплей-то непрост. Матрица IPS обеспечивает Full HD разрешение на 120 Гц развертки, имея при этом стопроцентный охват пространства sRGB и сертификат соответствия Pantone. Для завершения дифирамба добавлю, что внутри предустановлено 16 ГБ оперативной памяти на частоте 3200 МГц. В общем, неудивительно, что вкупе с видеокартой GTX 1650 Ti все это великолепие показывает отличные результаты во всех игровых и синтетических тестах. Эргономика у малютки Zephyrus находится на уровне прочих топовых решений Asus с поправкой на размеры. Клавиатура позволяет с удобством набирать текст и играть даже в темноте, благо подсветка на белых светодиодах работает ярко, но не раздражает. Шарнир ErgoLift обеспечивает удобное положение рук при работе за столом, а широкий угол раскрытия гарантирует комфортное положение в любых условиях. Zephyrus G14 лишний раз доказывает, что для производительного устройства вовсе не размер имеет значение, а лишь то, чем наполнен его корпус. И на этом у меня все. Надеюсь, что вы не скучали и можете с уверенностью поставить лайк под видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и самые интересные новости из мира компьютерного железа будут приходить к вам сразу по выпуску новых видео. Надевайся!